Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Лисикаряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее все это и многое другое подробно. Полиция работает не совсем эффективно, однако к ее помощи стоит прибегать при любой чрезвычайной ситуации. Такого мнения придерживаются многие жители столицы. Другие же считают среди сотрудников правоохранительных органов очень мало тех, кто выполняет свой долг честно и добросовестно. Твоя безопасность – наш приоритет. Накануне 9 мая сотрудники управления полиции муниципиа Кишино унесли службу в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить возникновение любой чрезвычайной ситуации, которая могла бы помешать проведению многочисленных торжественных мероприятий в честь Дня Победы. По данным пресс-службы управления, за сутки полицейские получили более 300 звонков, а патрульным пришлось отреагировать в 200 случаях. Также сотрудники полиции предотвратили 15 преступлений, а 27 человек были задержаны. Между тем, жители столицы считают, что за помощью к полиции всегда следует обращаться. Тем более, если речь идет об аварии или другой чрезвычайной ситуации на улице, мимо которой ни один добропорядочный гражданин пройти не сможет. Я не попадала в такие ситуации, но, как любой гражданин, вызвала бы их, если бы речь шла об оказании помощи или моментальном решении проблемы. Между тем, некоторые граждане не уверены в эффективности работы молдавской полиции. У нас полиция работает очень плохо. Уровень профессионализма сейчас очень низкий. Они не подготовлены из-за того, что сотрудникам полиции мало платят, им негде жить. У многих зарплата не соответствует запросам, и они вынуждены уезжать за границу. А вот другие жители столицы уверяют, сотрудники правоохранительных органов работают хорошо и в случае необходимости всегда приходят на помощь. Напомним, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рекомендует гражданам в случае опасности всегда звать на помощь полицию, позвонив по номеру единой службы 112 или по номеру 902. Наталья Фомина, Сергей Липодат, Вести, Молдова. К слову о преступлениях и обращении за помощью. Осторожно, мошенники! У жителей Молдовы крадут деньги с кредитных карт под видом розыгрыша от национального оператора связи Молтелеком. Так, свидетели сообщают, что вбивая любой запрос в интернете, на странице поисковика появляется надпись о том, что клиент Молтелеком получил шанс выиграть от компании смартфон. Чтобы получить приз, пользователю предлагают сыграть в простую игру. После вывешивается информация, что клиент выиграл новый телефон. На сайте просят лишь оплатить расходы на доставку, которые составляют 1 доллар. При этом пользователь должен ввести данные своей банковской карты. Жертвы мошеннической схемы сообщают, что после предоставления информации со счета под разными предлогами списывается разное количество денег. Отметим, при несанкционированной оплате необходимо срочно обратиться в банк. Далее предвыборный блок в нашем выпуске. Победа кандидату от партии национального единства в мэре столицы Константина Кадряну станет первым шагом к объединению Молдовы с Румынией. Такого мнения придерживаются сторонники политика, представители Национального комитета Румынии в США. В Молдову, по их словам, они прибыли с одной целью – поддержать Кадряну в борьбе за кресло мэра Кишинел. Национальный комитет Румынии в США поддерживает кандидата от партии национального единства Константина Кадряну на должность мэра молдавской столицы. Представители организации уверены, если кандидат-унионист одержит победу на местных выборах, это станет первым шагом к объединению Молдовы с соседним государством. Наши присутствие здесь означает, что мы решили участвовать в действиях по защите и продвижению принципа здоровой демократии, то есть Путин, Запад и Европе. А желание местных жителей уже невозможно игнорировать. Они хотят объединиться с родиной. И желание людей здесь даже не может быть игнорирована. Эти люди должны быть вместе с страной, мамой. На пресс-конференции присутствовали также представители американского политического класса, представители Республиканской партии Лорел Беннет и бывший член переходной команды президента США Дональда Трампа и советник Мнадскомитета Республиканской партии Элрой Сейлер. Последний заявил, что находится в Молдове два дня. И за это время уже успел пообщаться с жителями Кишинел об их проблемах и нуждах. Я говорил с мамами, с водителями такси, с людьми, которые ходят на работу каждый день. И я обнаружил, что люди высказывают такие же мысли, вопросы и желания, каким предлагает один из 12 местных кандидатов на должность мэра Константин Кадряну. В то же время представитель Республиканской партии Лорел Беннет отметила высокий потенциал развития Молдовы. США, по ее словам, заинтересованы в том, чтобы наша страна стала сильнее с экономической точки зрения. А также продолжала развивать винный туризм, который может пользоваться большим спросом у иностранцев. Нашел решение санитарной проблемы столичного центрального рынка. Кандидат от Народной партии на постмэра муниципе Кишинел Максим Брейло предлагает перенести рынок на периферию города, так как место реализации пластиковых изделий не должно находиться в центре Кишинел. По словам Брейло, центральный рынок в его нынешнем состоянии, без надлежащих санитарных условий, опасен для людей, его место не в центре столицы. Так называемые перекупщики заполнили рынок, поэтому пожилые люди не могут продавать свой товар. Мы должны дать возможность людям работать и обеспечить их рабочими местами. Неверно, что столица Молдовы, столица европейского государства, разрушается из-за рынка без санитарных условий, заявил также Брейло. А вот кандидат в мэра столицы от партии социалистов Иоанн Чабан после победы на выборах собирается решить жилищную проблему молодых семей. Он также предлагает проект, который позволит уехавшим за границу вернуться домой и здесь открыть свое дело. Еще Иоанн Чабан обещает решить вопрос трудоустройства. О том, как именно, он рассказал сегодня на пресс-конференции. «Страна, которая не заботится о молодых семьях, не имеет будущего. Для меня это приоритетное направление», заявил сегодня на пресс-конференции Иоанн Чабан. Кандидат в мэра столицы от партии социалистов уверен, что отсутствие жилплощади для многих молодых семей сегодня проблема номер один. Партия социалистов уже начала разработку программы «Доступное жилье» и к концу года собирается ее представить. Другой проект «Мой дом» предусматривает выделение земельных участков молодым супругам на окраине города и в пригородах под постройку дома. Другая проблема – это трудоустройство. Иоанн Чабан считает, что муниципалитет должен поддерживать молодых людей. К примеру, предлагать конкретные вакантные места в госучреждениях. «Если у молодых людей не будет необходимого опыта работы, но они хотят занять какое-либо вакантное место, примарей возьмет на себя все расходы по повышению квалификации. Для этого будет создан специальный фонд для молодых семей, члены которых находятся в поисках работы». Еще и Иоанн Чабан вместе с командой намерен запустить программу по возвращению молодых семей из-за границы, которая предусматривает выделение грантов и кредитов на открытие собственного дела. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. А теперь о предстоящих выборах в муниципии Белтс. Решил баллотироваться на должность мэра северной столицы нашей страны, потому что любит этот город и думает, что у муниципия есть большой потенциал развития. Речь идет о кандидате на должность городоначальника от партии национального единства Серджио Бурлаку, который в интервью для портала «Трибуна» рассказал о своем видении развития города. Белтс – второй по величине город страны, и он в упадке. Я баллотируюсь, потому что люблю этот город и считаю, что у него большой потенциал развития. Необходимо лишь разумное управление. Об этом заявил Серджио Бурлаку, кандидат на должность городоначальника северной столицы от партии национального единства в интервью порталу «Трибуна». Только европейские инвестиции могут спасти город. Я верю в свою победу и надеюсь, жители города захотят перемен к лучшему. Я молод и хочу, чтобы город был европейского уровня. При помощи Румынии и ЕС я смогу этого достичь. Сказал кандидат. Что же касается электоральной кампании, Серджио Бурлаку отметил, что ему сложно дать какую-либо оценку, так как это его первая предвыборная кампания. Пока все спокойно, без инцидентов. До 20-го числа еще есть время. Надеюсь, это будет кампания идей и решений на благо граждан, добавил он. В случае победы на местных выборах в городе Белтс, кандидат на постмейроут нашей партии Николай Григоришин намерен продолжить преобразование северной столицы под руководством Рината Усатова. Об этом претендент на должность городоначальника завел в интервью также для портала «Трибуна». Я иду в мэри для того, чтобы под руководством Рината Усатова продолжить преобразование города Белтс, заявил в интервью для портала «Трибуна» кандидат на постмейро северной столицы от нашей партии Николай Григоришин. Для меня приоритетными задачами остаются те проекты, которые инициировал Рината Усатый. Мы продолжим борьбу с ущербным управлением и коррупцией. Мы защитим Белтс от мафии. Мы продолжим приводить в город инвесторов, восстанавливать инфраструктуру, заботиться о молодежи, поддерживать спорт и образование. Заявил Григоришин. Кроме того, претендент на постмейро Белтс отметил, что у него есть и собственная инициатива – внедрение элементов в прямой демократии. Она заключается в следующем. Если в конце бюджетного года остаются неосвоенные средства, объявляется конкурс проектов, за которые и предстоит голосовать жителям северной столицы. Также Григоришин подчеркнул, что он и его команда уверены в победе на местных выборах в Белтс. «Учитывая, что взятый Ринато Усатым курс поддерживает большинство жителей города Белтс, мы уверены в победе. И нам не нужно раздавать белые сапоги, крупу, мыло. Мы не собираемся спаивать горожан, мы не используем админресурс. Это я уже не раз говорил, в том числе и руководству МВД, чтобы даже не думали организовывать провокации». Подчеркнул кандидат на пост мэра северной столицы. Кроме того, Григоришин отметил, что он является коренным жителем города Белтс, и для него особенно важно, чтобы город менялся в лучшую сторону, становился современным и безопасным, уютным и удобным для жизни каждого жителя. Другим темам. Больше не гражданин. Бывшего президента Румынии Трояны Бесеску лишили молдавского гражданства. Апелляционная палата Кишинев отклонила ходатайство его адвокатов, тем самым оставив в силе решение первой инстанции. В свою очередь адвокат Бесеску Андрей Бивол утверждает, что решение о лишении гражданства является незаконным, так как не была соблюдена сама процедура отзыва. Напомним, что бывший президент Румынии и его жена получили молдавское гражданство в 2016 году по указу тогдашнего главы государства Николая Тимофтя. Но в 2017 году Игорь Дадон, будучи уже президентом Республики Молдова, распорядился его отозвать. Троян Бесеску опротестовал решение Игоря Дадона в суде. Европейский Союз и Республика Молдова очень близки, заявил глава представительства ЕС Кишинев Петер Михалко в День Европы, который отметили накануне 9 мая. По его словам, обе стороны сотрудничают на основе соглашения об ассоциации безвизового режима и помощи, предоставляемой Евросоюзом для повышения уровня жизни граждан Молдовы. Михалко отметил, что страны-члены ЕС привносят наилучшие европейские практики путем реформирования ключевых секторов экономики, таких как здравоохранение, таможенный контроль, пищевая безопасность, борьба с коррупцией и сохранение культурного наследия. Глава представительства Евросоюза также подчеркнул, что благодаря поддержке ЕС в Молдове будут улучшены стандарты жизни не менее 1 миллиона человек. В середине мая в Кишинео и других городах страны пройдут мероприятия, посвященные фестивалю семьи. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети. Так, в столице фестиваль запланирован на 15 мая, в Камраде Белц на 12 и 13 мая соответственно. Игорь Дадон заявил, что лично примет участие в фестивале семьи в Кишинео, на котором расскажут гражданам о законодательных инициативах, направленных на поддержку и укрепление молдавских семей. В мероприятии также примет участие председатель международной организации по делам семьи Брайан Браун. Глава государства отметил, что в рамках фестиваля запланированы различные культурно-развлекательные мероприятия, как для детей, так и для взрослых, и все они направлены на продвижение традиционных семейных ценностей. На сентябрь текущего года также запланирован Всемирный конгресс семей. В мероприятиях по этому случаю примут участие представители Ватикана и патриарх Кирилл. Одновременно с фестивалем семьи 15 мая в столице пройдет и концерт, посвященный Дню Европы. Организует его посольство Румынии в Молдове и Румынский институт культуры Михаил Мениску. Концерт пройдет в органном зале. Для жителей и гостей столицы выступит национальный камерный оркестр под руководством дирижера Кристиана Флори. Национальный камерный хор во главе с Илоной Степан. В сольной программе выступят скрипачка Лола Крейтору, вилончелист Кристиан Флори, органистка Анна Стрезева, а также наист Штефан Негура. Но от праздников перейдем к будням. В пять раз увеличат штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, предлагает Национальная патрульная инспекция. Сегодня за такое нарушение полагается штраф в размере 300 леев. А если же проект патрульных будет одобрен, нарушителям придется выкладывать из кармана до полутора тысяч леев. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Беспрецедентная по своему масштабу акция «Марш Победы» прошла накануне на Центральной площади в городе Тараклия. Организатором выступил Общественный совет за свободную родину. В ходе акции тысячи жителей и гостей города развернули гигантское красное полотно. Копию знамени Победы, водруженного в мае 1945 года в Берлине над Рейхстагом. Как отметил председатель Общественного совета Игорь Тулянцев, акция «Марш Победы» была проведена с тем, чтобы почтить память наших дедов и достойно отметить этот великий праздник. Зная свои права пассажира такси Так называется новая информационная компания, запущенная Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком. Ее цель – информирование потребителей об их правах, воспитание ответственного поведения пассажиров и мониторинг работы службы такси. Агентство разместило на задних сиденьях такси серию информационных панно, на которых содержится детальная информация о предоставлении услуг компаний, работающих в этой сфере. Представители службы такси обязали размещать такие информационные таблички до конца мая. За неподчинение грозит штраф в размере 120-180 условных единиц. Акцию по информированию водителей о рисках превышения скорости и опасности заснуть за рулем провели накануне на Молдорумынской границе. Так, в течение двух часов патрульные Молдовы и Румынии раздавали водителям листовки на КПП Джорджулешт-Галас, Леушень, Албеса, Костешт-Стымка, а также на КПП Скулень с информацией о мерах предосторожности на дорогах. В 2017 году, по данным Национального инспектората патрулирования, по причине превышения скорости на молдавских трассах и дорогах произошло свыше 700 аварий. В результате ДТП погибли более 140 человек и свыше 800 получили ранения. Шесть лет в тюрьме проведет уже бывшая глава депозита ценности филиала Банка деэкономии района Рыжкань за отмывание денег в особо крупных размерах. Речь идет о сумме почти в полтора миллиона леев, которые, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подсудимая заполучила в сговоре с другими сотрудниками банковского филиала. По данным следователей, на эти средства женщине удалось приобрести несколько объектов недвижимого имущества. Между тем, бывшая начальница свою вину по делу о краже в особо крупных размерах не признает. Все больше туристов привлекают молдавские природные заповедники. И не только благодаря красивым природным ландшафтам, редким видам флоры и фауны, но и благодаря обустроенным туристическим маршрутам, информационным центрам, пансионатам и музеям природы. Насладиться красотами молдавской природы приезжают как иностранные гости, так и наши соотечественники. Это, как правило, учащиеся учебных заведений, запланировавшие экскурсии еще в начале года. Отметим, что Молдова славится такими большими заповедниками, как Кодры, Плайуфагулу, Педуря-Домняска и Нижний пруд. Очередная победа спортсменов из Камрата. На этот раз кикбоксеры привезли четыре золотые медали, выступив на Кубке Скорпионов в Румынии. Так, Лия Сербинова завоевала две золотые медали в двух весовых категориях – 25 и 30 килограммов. Золото досталось и Егору Влах, выступившему в категории 30 килограммов, а также Никите Янакиеву и Павлу Гурбу. Напомним, несколько дней назад на чемпионате Молдовы по Муайтай другим спортсменам из Камрата удалось завоевать две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Продолжаем выпуск. Молдавская группа Доредос уже сегодня представит нашу страну на песенном конкурсе Евровидения. Во втором полуфинале артисты выйдут на сцены под седьмым номером. Конкурсанты из Молдовы представят песню «My Lucky Day», авторами которой являются народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард. Всего во втором отборочном туре примут участие 18 стран, среди которых исполнители из России, Украины, Румынии, Нидерландов, Швеции, Польши и других государств. В финал, который состоится 12 мая, пройдет только 10 участников. Напомним, в прошлом году на конкурсе Евровидения Молдову представляла группа Sunstroke Project с песней «Hey Mama». Артисты заняли тогда третье место, набрав 374 балла. На данный момент это лучший результат представителей Молдовы на этом песенном конкурсе за все годы участия в нем. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин